привет ребята как бодрость духа наши постоянные зрители уже знают эту парковку и как вы правильно поняли мы приехали вельками на колледж забирать нашу студентку сейчас мы подождем чтобы прошли по переходу господам разворачиваемся и забираем нашего студента он так на нас смотрит как будто мы ему должны пожить ничего привет студент как бодрость духа ты вместе с нами на канале it's my life и от этого мне теплее не стоп на следующий раз мы тебе придем шубку отчеты замерзла сегодня 20 градусов дело в том что я не знаю видимо происходит так что во всем колледже в каждом классе как-то автоматически кондиционеры эти там работают и обычно когда мы приходим в этот класс по четвергам этот класс почему-то очень холодно наш учитель когда приходит учитель может дотрагиваться до этого священном приборах прибора он включает его на подогрев потому что у нас классы в основном состоит ну как у нас и девочки и мальчики но все девочки все время можно и он все время для нас делает на такую температуру при который скажем где-то уже даже и лица раскраситься начинают мальчики наши раздеваются под конец класса а в этот раз она не сработала и в общем сидели мы все синие включали учителя я очень замерзла ребята сегодня на улице 20 градусов когда мы сюда приехали нам друг говорил это было уже ну как раз начало осени но мы приехали в августе туда-сюда осень началась и он нам говорит на чего вы ходите без курток почему вы не одеваете кофты мы на это таращили глаза и говорили как как можно в жару 20 градусов одевать кофту и вот прошло четыре года но в общем то мы почувствовали это уже в прошлом году это было на 3 на третий год конец третьего начала четвертого у нас появились сапоги у нас появились сапоги кофты какие-то с длинными рукавами какие-то не до куртки блин то есть организм привыкает к жаре и потом когда ему на улице включают 20 не дай бог 15 градусов он тупо начинает мерзнуть вот оказывается какая штука акклиматизация то есть как бы мы это не понимали не видели это не верили и вот с нами это случилось и мы поняли вот недавно мы смотрели одного блогера он тоже такой горит ой я вышел утром сегодня там 12 или 15 градусов до светорока дело ему в комментариях пишут да мы в 15 градусов майках рассекаем типа он там понтуется блин так вот он не понтуется он тоже мерзнет просто когда организм привыкает к температуре 25 и выше и вдруг ему включают 12 он начинает кожицы и покрываться пупырышками а кто смотрел нашу рашу так тот еще может вспомнить что и акула может укусить где-то кого-то ну чего там сегодня было так ребята а это вот звонит прямо на телефоне подписано скам это значит звонит всякий спам всякая реклама можно сразу сбивать а что было учиться это же у нас вообще-то студенческая коллежский или коллежский влог на первой паре мы узнали что у нас во вторник и экзамен и что к нему надо по-быстрому до вторника подготовиться это почти по чтению до экзамен будет состоять из двух частей 1 как она сказала очень миленько длинная мило длинная это будет рассказ которым после прочтения этого рассказа нужно будет ответить на вопросы нужно будет понять значение некоторых слов которые мы еще не проходили из вот этого академического списка но почитать и понять что они обозначают выбрать но будет вот этот выбор как будет вопрос допустим слово там к примеру слова сам и ты можешь выбрать обозначает солнце отпуск или там еще что-то это в принципе ну можно постараться и сделать и потом будет вторая часть экзамена экзамен будет два часа и вторая часть будет нужно будет в предложение вставить слова которые подходят но не только слова а еще и правильно подобрать допустим где нужно глагол вставить и где отверг ну короче подобрать правильную форму слова и вставить вот потому что слово может быть как глаголом да она может так и существить глаголом существительным в общем расскажи как интересно проходит экзамен что можно вот например на постсоветском пространстве на экзамен приходят обыскивают и можно с собой иметь ничего наша учитель по чтению она очень консервативная и она говорит иметь чистый стол должен быть чистый стол на чистом столе подразумевается может стоять вода и и задание ручка карандаш и когда даже у тебя вот я первое в первый год когда с ней училась меня ломалась дюбка я лазила в сумку заточилка она на меня смотрела в этот момент я себя чувствовал как будто бы я границу в неположенном месте перехожу вот поэтому теперь я знаю что лучше все это барахлишко заранее подготовить вот учитель в прошлом семестре по грамматике разрешала нам любые гаджеты электронные которые могут перепомочь с переводом любые словари которые не подключены к интернету чтобы мы не могли целой фразой перевести что-то непонятное вот хочешь сиди листай блин словарь там и но опять же словарь не допустим с английского на русский а словарь он называется с английского на английский это где сложное слово но описывается очень простой простое описание по которому ты поймешь что это значит толковый короче по-русски говоря толковый словарь да он дает ну ну так развернутый звук по ним в английском языке мачеха это степ мало в этом будет написано допустим описание что это женщина которая живет с твоим отцом после смерти твоей матери ну чтоб понимать короче вдова слова вдова она будет развернуто что вдова что вдова это значит женщина которая осталась после смерти мужа и так ее называют вот а вот допустим наши дорогой учитель он сегодня реабилитировался опять стал дорогим учителем вот он разрешает вообще все прям хоть ты с собой репетитора приводи саде как я понимаю он не против когда у нас был миттерм экзамен этот половина от семестра прошу можно телефон можно можно переводчики ему хочешь словаре но в общем с бумажных словаре вообще смеется честно говоря да вот и плюс мы должны были написать сочинение на заданную тему он сказал что можно искать и черпать информацию в интернете ребята давайте плюс еще при этом я волновалась мне проще работать чем на компьютере мне проще на своем планшете делать я волновалась за набор у меня хромает скорость набора текста и я спросила могу ли я приторобанить свой планшет и на планшете делать он сказал да хоть что хотите типа в чем вам удобнее хотите можете свой домашний стационарный принести если вам легче в начале экзамен он пожелал всем удачи и сказал что говорит возможно я уйду из кабинета но если кому-то тяжело работать в коллективе вы можете уйти в библиотеку вы можете уйти работать в коридор если вам лучше вновь быть одному как бы как хотите по итогу просто нужно в течение двух часов написать сочинение это был настоящий это настоящий экзамен который оценивается который влияет на оценку это не просто какая-то работает это экзамен экзамен и я говорю первое время я прямо шарахалась когда он подходила я допустим там какой-то спеллинг проверяла в телефоне да но потом я смотрю так он пройдет мимо и один раз он мне подошел и говорит ой как это но он говорит прийти насть типа очень миленько смотрится у меня значит передо мной большой экран компьютера в котором открыто приложение в котором мы работаем в планшете я еще и в телефоне что-то смотрю вот поэтому как бы он разрешает все ну вот он опять же он очень получается недавно узнали что он очень плохо относится к копированию если смотришь черпаешь идеи ну пожалуйста своими словами как бы там все если вы не смотрели предыдущее видео посмотрите она называется плагиат или почему нельзя списывать там рассказано что может быть если ты начнешь копировать чужие труды ну вот ну это что касаемо экзамен по экзамен допустим в музыкальном классе он она не разрешает телефоны она не разрешает подсматривать учитель хочет чтобы мы все запоминали но она дает большую как она считает привилегию мы постоянно мы занимаемся за пианино и она разрешает во время экзамена если тебе нужно какую-то мелодию записать не просто там сидеть и вспоминать а ты можешь ее наиграть это гораздо проще записать да да можно крови что можно использовать сколько хочешь она это как бы ну там никак к этому не придирать ну а так учились все как обычно у нас уроки вот я сегодня когда смотрела на своего учителя по грамматике да они в принципе такое ощущение что вот хочется спеть какая-то черепашка таратира из этого помнишь с буратино 300 лет тому назад такое ощущение что я в детский садик вернулась потому что все в какой-то происходит он реально играется с нами в какие-то вот эти в игрушечки там а давайте откроем вот эту книжечку он всегда помашет какую вот на такой страничке весело нормально где легче учиться получается в америке не зная языка и в беларуси зная язык я скажу так что я испытываю я сейчас использую красиво слова колоссальный стресс каждый урок только потому что потому что я нервничаю постоянно из-за все вот но мне больше нравится система образования в америке мне больше нравится подход в америке мне больше нравится вот эта доступность открытость учителей мне нравится то что здесь никто не пытается ни на чем-то фоне скажем показаться умнее никто не боится показаться ну тупым спрашивая какие-то вопросы спрашивают вопросы такие вот элементарные он учителя отвечают на любой твой вопрос и будь этот вопрос о том о чем сейчас говорят в классе не о том а персональном о чем-то они все отвечают они полностью открыты мне больше нравится здесь хотя да я но я стрессу немножко когда у нас вот эти компьютерные классы но это моя проблема потому что я скажем с компьютером на на потому что ты была пользователем планшета до телефона чисто в каких-то развлекательных целях оказывается а здесь все еще с ними можно еще что-то делать и я у нас практически все образование происходит ну половина по крайней мере работ мы делаем в компьютере и да мне больше было большая половина и все это делается в определенном сайте где мы все видим кто чего-то ну для меня это все сложно но при этом опять же можно попросить своего кроссмейта которому 16 лет и как одноклассник однокласснику который играет в ту же игру что твой старший сын и он с радостью поможет престарелой женщине разобраться с капиталом блин престарелой женщине просто иногда когда у него спрашивает что-нибудь этого мальчика которому я поладилась за советом ходить он иногда на меня так смотрит так еще что еще готов и дорогу через дорогу меня перевозить не на маму но когда я вижу что он играет в майнкрафт до переменки для меня это интересный факт кто-то моржет на задних видах в общем пока такой коротенький влог мы будем продолжать эту серию рассказывать какие-то интересности о жизни студента в америке на этом мы с вами прощаемся вы были на канале it's my life до встречи bai-bai ma а здесь вот сезон